Всегда ли в вибраторах непоправимая польза, либо все-таки в них есть определенный вред Ничто не способно создать такую сильную стимуляцию Вы будете спасены О боже, я не знаю, что такое секс-игрушки Просто кинула в комод Это ревновать женщину И потом бам, чем же опасны вибраторы Меня зовут Ольга Штерн Я психолог-сексолог, эксперт онлайн-школы сексуальных техник Гейша И сегодня хочу с вами поговорить на тему О чем же могут быть опасны вибраторы И что они могут привнести жизнь плохого Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу секс-игрушек За вы или против, чтобы они были в вашей жизни Я тем временем расскажу, как, в принципе, я отношусь к данным девайсам Если брать в общем, я, конечно же, счастлива Что мы живем с вами в такое время Когда любой совершеннолетний человек Может прийти в магазин 18+, и подобрать себе девайс под свой запрос Который позволит испытать новые ощущения Пережить новые эмоции И почувствовать то, что сложно порой почувствовать с партнером Но при позитивной стороне вибраторов Есть все-таки негативная теневая сторона И не все производители игрушек, к сожалению, об этом говорят Поэтому решила снять отдельное видео Где об этом хочу рассказать Не забывайте, кстати, подписываться на наш канал Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать полезные видео И обязательно ставьте лайки Итак, чем же опасны вибраторы? Они опасны тем, что если использовать только их То другие способы стимуляции нам со временем прекратят приносить удовольствие Почему так происходит? Вибраторы, ну и игрушки, которые создают определенную стимуляцию Они делают это очень интенсивно По сравнению с любым другим инструментом Например, язык, либо пальцы, либо другие органы нашего партнера Либо какие-то наши собственные элементы Ничто не способно создать такую сильную стимуляцию Когда что-то нас стимулирует очень сильно Со временем наши нервные окончания адаптируются И уже нам будет необходима именно такая стимуляция Чтобы нам стало приятно Поэтому что важно делать? Использовать для самоисследования, самоудовлетворения Не только игрушки, но и пальцы Наслаждаться разными способами стимуляции Чтобы наш мозг не привыкал именно к одному из способов И тогда вы будете спасены И никакие зловредные последствия использования данных игрушек вам не грозят И именно об этом вреде я хотела с вами поговорить Кстати, посмотреть наши бесплатные уроки вы можете на нашем официальном сайте Для этого вам нужно нажать сюда Вы попадете на нашу официальную страничку Где вам нужно будет ввести ваши верные мейл Туда приходит доступ в личный кабинет Где и представлены наши уроки Но вернемся к теме вибраторов Также не могу не затронуть еще важный момент Это когда не соблюдается правило использования этих самых игрушек И, например, не соблюдается правило гигиены Девушка использовала игрушку по назначению И не помыв, ничего с ней не сделав, просто кинула в комод На следующее утро у нее опять такое же шаловливое настроение Она залезает в комод, достает игрушку, ничего с ней не делает Опять используется по назначению И потом бам, и у нее молочница, например Либо еще какой-нибудь неприятный сюрприз Так вот, здесь как раз нанесен этот самый вред Потому что элементарно не соблюдена техника безопасности Не соблюдена гигиена Игрушки обязательно обрабатывать, мыть, если можно До использования и во время использования И также не забывать о смазках Потому что знаю, когда девушки брали игрушки И забывали про смазку И при этом был дискомфорт Потому что интенсивное воздействие на очень чувствительные места Без специальной смазки может быть совершенно неприятно И можно сказать, что это тоже своеобразный вред Который может принести данная игрушка в интимную жизнь Есть еще один вид вреда, который игрушка может принести в ваше интимное отношение Это ревность партнера Когда партнер начинает ревновать женщину И считать ее любимый кролик или какой-то другой элемент Он все время доводит его, женщину, до высшей точки удовольствия А у него так не получается И это решается и правильным введением игрушек в вашу сексуальную жизнь Когда он приходит домой, а вы показываете ему коллекцию 45 разных игрушек Разных размеров, калибров и назначений А когда вы совместно обсуждаете, совместно внедряете, совместно изучаете И интегрируете партнера в этот процесс познания тела, себя, изучения игрушек и так далее Это не значит, что если у вас уже есть какой-то опыт Нужно говорить, о боже, я не знаю, что такое секс-игрушки Что такое магазин 18+, но, пожалуйста, пожалейте вашего партнера Не вываливайте все 48 своих игрушек сразу же на стол И постепенно это все вводите, чтобы не было ревности Правильно подбирайте размеры Если у вашего мужчины среднестатистический размер, не стоит На магазине выбирать огромнейший, толстейший инструмент для нанесения удовольствия Потому что не всякий мужчина способен адекватно это все воспринять Конечно, бывают исключения, но, пожалуйста, подключайте здравый смысл И если в принципе резюмировать еще раз историю про игрушки Я очень за игрушки, это классный инструмент И периодически игрушка может стать первым проводником в мир удовольствия, в мир оргазма И может помочь девушке во время полового акта доходить до высшей точки наслаждения Но нужно подходить с умом, нечистить, соблюдать правила гигиены, соблюдать правила безопасности Не покупать непонятные игрушки, а все-таки покупать их у проверенных продавцов И тогда все будет с вами прекрасно, и ваша интимная жизнь будет играть классными, невероятными красками Обязательно ставьте лайк на это видео, если оно было вам полезно Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать вкусные и важные видео И прямо сейчас вы можете посмотреть другие ролики нашей прекрасной школы Некоторые из них вы видите на экране прямо сейчас Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!